По стойке Смирна на первой платформе военные и гражданские с одинаковым нетерпением встречали важный состав. Ни пассажирский, ни грузовой, а поезд победы российского оружия над оружием боевиков в Сирии. Трофеи на платформах. Один из самых мощных экспонатов – бойковый минный трал. Грубо говоря, это трактор, который проделывает проходы по минным полям. Обезвреживает вот этот барабан обмотанной цепью. Цепь ударяет о грунт, одни мины взрываются, другие отлетают. Говорят, что боевики даже пытались изнутри взорвать этот броневик, чтобы он не попал в руки российским офицерам. Как эта техника из Великобритании попала в Сирию, неизвестно, но там прошла модернизацию, как и все, что здесь представлено. Обычный ленд-крузер, джип, выгил – это непробиваемые машины террористов-самоубийцы. Другие – в листах брони. Очумелые ручки со смертельным прицелом. Беспилотники похожи на подделки из уроков труда. Кракас из алюминия, фанера, пенопласт. Довольно легкие поднимаются всего на несколько сотен метров, но каждая такая самодельная птичка переносит по 4 авиационные бомбы. Каждый радиусом поражения до 50 метров. Это наталкан мысль в Воскакую, что люди имеют специальное профессиональное образование, или как минимум есть хорошо обученные инструктора. Высоко профессионально обученные, мобильные отряды ИГИЛСов противостоят сирийской армии. На самом деле противник очень подготовленный, гнусен и коварит. Здесь зрители и понимали, насколько страшно недооценивать современного врага. Даже отравляющие вещества варили на колесах. Экспозиция очень интересная. Там показывалась установка, которую нашли в подвале города Дума, с помощью которой террористы химическое оружие изготавливали. И если одних удивляла изобретательность боевиков, других такой шок-поезд отрезвлял. Горжусь за свою армию, за свою страну. Молодых парней, которых было большинство, восторг мог ударить прямо в цель. На выходе их ждал мобильный комплекс для призыва контрактников. С какой целью? Чтобы в те массы потенциального кандидата найти непосредственно на местности. Деды, отцы защищали. Получается, сейчас это поколение. Дальше мы тоже отдаем долг стране. За полдня здесь побывало 600 мужчин. Полторы сотни уже прошли первичный отбор. И это, пожалуй, главный эффект такой акции российской армии. До 9 мая поезд «Сибирский перелом» остановится во всех крупных городах страны. Анастасия Драган, Александр Антропов. Наши новости.